покрутись немножечко друзья всем большой привет вы на канале вяжем дома и сегодня я расскажу вам как связать вот такую вот классную шапку спицами шапочку я связала для сына на обхват головы 50 52 сантиметра шапка идет по голове но ее также можно связать и с высокой посадкой просто провязав резиночкой рядов побольше подойдет мальчикам и девочкам и мужчинам и девушкам вот так вот смотрится макушка она из таких вот клиньев сделано сразу же скажу количество петель для шапки нужно набрать и кратные 8 для того чтобы у вас получилось вот это вот макушка я набирала 96 петель сейчас расскажу как рассчитать на свой обхват на свой объем головы смотрите вы вяжете образец резиночкой один на один берете сантиметровую ленту или линейку кладете ее на стол этот оба связанный образец вы растягиваете но не растягивайте прямо очень сильно или очень слабо растяните так как бы вы хотели чтобы шапка смотрелось на голове растянули и померили сколько у вас петель получилось в образце примеру у вас там получилось 30 петель до или 20 петель в 10 сантиметрах соответственно 20 вы делите на 10 вас получается 2 петли в одном сантиметре обхват головы у вас 55 сантиметров в 55 умножаете на 2 получается 110 петель вам нужно набрать у меня здесь получилось у меня набрать до 96 петель плотность у меня получилось в одном сантиметре 1,85 петли у меня в 10 сантиметров 18 половиной петель вышла таким образом 52 сантиметра обхват головы я умножила на одну целый 8 и 85 десятых и у меня получилось 96 и количество петель должно быть кратно 8 96 кратно 8 поэтому я эти петельки набрала если у вас получается не кратное 8 то округлить и добавьте в большую или меньшую сторону смотрите у меня здесь пряжа меринос с кашемиром вот такой вот артикул 260 метров на 100 грамм вязала я на спицах номер 4 здесь 30 процентов кашемир 70 процентов меринос вязала я изначально эту шапку с лапом я знаю я уже из этой пряжи вязала я знала что она раскроется и немножко подсядет и даже вот когда ее одевать она раз тогда в стороночке ну вот в таком виде она будет на голове у ребенка и у нее соответственно длина немножечко подсаживается так как мы в ширину ее подрастягиваем шапка еще не одеванная поэтому совсем еще не растянутая вот у меня получилось она 19 сантиметров общая длина но когда она на голову сядет она где-то 17 с половиной 18 будет потому что в шире потянется соответственно в длину покороче отворот у меня здесь большой я связала потому что на зиму хочу что пушки хорошо прикрывала 8 сантиметров практически отворота и общая 19 так длина у меня получилось шапки до прибавок 22 сантиметра и с прибавками у меня получилось она 26 по моему до стирки она была 29 вот даже 25 с половиной и так вроде бы я вам все рассказала давайте приступим к вязанию на шапку я набрала петли итальянским способом он еще называется качели как набрать я не показывала в этом видео тут еще и пряжа темная потому что есть у меня отдельное видео там хорошо снято все понятно я каждый раз забываю как набирать сама включаю и набираю как на этом видео ссылочку на него я оставлю вам в первом комментарии и закреплю его смотрите как бы переходите смотрите смотрите я вяжу шапочку с полосками серым я набрала петли способным способом качели и там провязывается два ряда полой резинки провязала два ряда полой резинки и после этого когда мы набираем этим способом сразу в круг не соединяем и после того как мы соединяем я сразу же стала вязать другим цветом красным на данный момент я провязала три с половиной сантиметра и теперь я буду пускать опять полосочку серого если просто ее пустить и все петли вязать по кругу там лицевая изнаночная или лицевые смотря какой у вас узор при переходе цвета получается ступенька и она не то что некрасиво смотрится но она выделяется я вам сейчас покажу на как вязать переход цвета без ступеньки вот у меня красная ниточка да я закончила и теперь беру в работу с серым мы также вяжем резиночку один на один только серым цветом 1 лицевая 1 изнаночная вяжем серым цветом по кругу все петельки и останавливаемся провязала этот ряд вот здесь у нас будет маркер сейчас его одеть и смотрите чтобы этой ступеньки не было следующая петля у нас идет лицевая вы ее не провязываете а просто снимите не провязывая одну петельку и далее также продолжайте вязать или резиночкой до конца ряда если у меня будет всего два ряда серыми если вам надо больше рядов три четыре пять и ну и так далее все последующие ряды уже переснимать петельку эту не надо переснимаете только в первом ряду когда переходите на другой цвет я сейчас движу вот этот ряд 2 и у меня потом пойдут опять красные я вам еще разочек покажу довязала я серым до конца ряда здесь я ниточку оборвала потому что у меня серых больше не будет если вы будете еще раз этим же цветом в принципе ее можно не отрывать а просто делать протяжки на изнаночной стороне теперь у меня идет опять красный я беру ниточку и продолжаю вязать далее красным в первом ряду все петли вяжем то есть лицевую изнаночную самые первые петли и до вяжем давайте этот ряд до конца и еще разочек покажу как делается этот переход цвета провязала до конца ряда перебрасывая маркеры здесь также как серыми нитками первую вот эту лицевую петлю мы снимаем не провязывая нить за работой и далее также продолжаем вязать резиночку и все дальше у меня пойдут красный цвет я по кругу просто вижу вижу красными провязала резиночка один на один нужную длину шапки сейчас померяем получилось у меня 26 почти ну 26 пускай сантиметров и теперь нам нужно будет формировать нашу макушку макушка будет из четырех клиния у меня здесь набрано 96 петли клинышки у нас будут формироваться возле изнаночной петли убавки будут с наклона вправо и влево теперь как рассчитать повесить маркеры смотрите у нас 96 петель 4 изнаночных идут на эти клиния мы из 96 вычитаем 4 получается 92 петли и 92 петли делим на 4 клина получается 23 петли между клиньев сейчас расставим маркеры маркер начала ряда у меня будет красным чтобы не запутаться и смотрите у нас еще шапка углю шапка убавки должны начинаться с одной изнаночной петли вы лет распускаете или провязываете еще одну лицевую и начало ряда будет вот с этой изнаночной я потом вот здесь будет располагаться маркер начала ряда потом его повешу потому что сейчас он упадет и вот это вот изнаночную петлю нам нужно с двух сторон выделить маркерами вот после ее повешу маркер между клиниями между этими изнаночными 23 петли идет мы отсчитываем 23 петли 3 6 9 12 15 18 21 22 23 23 петли отсчитали вот у нас идет изнаночная выделяем ее тоже маркерами с двух сторон 1 1 и 2 выделили дальше опять 23 3 6 9 12 15 18 21 22 23 вот это изнаночная ее тоже с двух сторон выделяем один повесили 2 опять 23 петли 3 6 9 12 15 18 21 22 23 вот это вот изнаночная ее тоже выделяем с двух сторон 12 и здесь должно тоже остаться 23 петли 3 6 9 12 15 18 21 22 23 все правильно вешаем маркер начала ряда и теперь будем вязать далее начинаем первый ряд убавок 1 изнаночная маркер перебрасываем после изнаночной нам надо вот эти три петли провязать с наклоном влево для того чтобы провязать нам нужно петельки развернуть вот сейчас они вот так к нам смотрят вот так вот переснимаем их на правую спицу уже разворачивая и переодеваем обратно на левую чтобы вот так вот они у нас смотрели чтобы правая стенка дальше от нас было у петли развернули и далее 3 вместе провязываем 1 изнаночной за заднюю стенку вот так вот будет смотреться убавка у бабочка с наклоном влево далее вяжем резиночкой 1 на 1 не доходя до следующего маркера 3 петли и так не дошли ли 3 петли до вот этой вот изнаночной петли перед изнаночной петлей у нас идет убавка с наклоном вправо здесь петли разворачивать не надо а вот просто вот эти вот три вместе провязываем за переднюю стеночку провязали и вот так все подтянули вот она у нас смотрит с наклоном вправо перебрасываем маркер 1 изнаночная перебрасываем маркером и после изнаночной у нас идет убавка с наклоном влево 3 вот эти петли опять разворачиваем и провязываем 3 вместе за задние стенки провязали далее опять вяжем резинкой 1 на 1 не доходя 3 петель до следующего маркера довязала перед изнаночной петлей у нас убавка идет с наклоном вправо 3 петли нам нужно провязать за передние стенки 3 вместе одной лицевой все поправили перебрасываем маркер 1 изнаночная опять перебросили и после изнаночной 3 петли с наклоном влево опять разворачиваем их и провязываем 3 вместе за задние стенки вяжем до следующего маркера не довязывая 3 петель провязала перед изнаночной у нас идет убавка с наклоном вправо 3 вместе за передние стенки все расправили маркер 1 изнаночная маркер после изнаночной 3 петли вместе с наклоном влево петельки разворачиваем и за задние стенки провязываем 3 вместе одной лицевой вяжем до следующего маркера также не доходя 3 петель провязала это уже у нас идет маркер начала ряда вначале мы сделали убавку и сейчас делаем в конце здесь у нас бабочка идет с наклоном вправо 3 петли вместе за передние стенки провязали все ряд с убавками мы провязали следующие два ряда то есть второй ряд и третий формирование макушки мы просто вяжем по рисунку резиночкой один на один одна лицевая 1 изнаночная без всяких убавок это у нас второй ряд и третий провяжем точно также без убавок провязала я два ряда просто резинкой ну в общем у нас вот этот раппорт и в сокращении макушки получился три ряда первый ряд с убавками 2 без и теперь эти три ряда мы постоянно повторяем пока не сократим практически все петли давайте еще начну с вами еще разочек покажу перебрасываем маркера начала ряда 1 изнаночная перебросили марки 3 петли идут вместе с наклоном влево разворачиваем петли и провязываем и вместе одной лицевой за задние стенки провязали далее опять вяжем резиночкой один на один не доходя от трех петель до маркера смотрите если вам уже будет неудобно на круговых спицах вы можете перейти на чулочные колода вяжите эту макушку так довязала до марки а вот не дошло 3 петель их мы провязываем вместе одной лицевой с наклоном вправо просто за передние стеночки одной лицевой все расправили маркер перебрасываем 1 изнаночная перебросили и с этой сторонке вяжем 3 петли вместе с наклоном влево петли развернули и за задние стеночки провязали одной лицевой всем дальше показывать не буду все здесь точно так же как первый ряд вы вязали если там не помните перемотайте на первый ряд и вяжите это у нас пойдет первый ряд с убавками дальше два без потом опять ряд с убавками 2 без ряд с убавками 2 без и там у вас на спицах может 10 12 16 петель останется и я вам покажу что дальше с ними делать сделала я все сокращения на спицах осталось совсем чуть-чуть петель я не считала сколько обрезала ниточку и вставила такую трикотажную иглу и теперь нам нужно нашу макушку стянуть на иголку просто переснимаем петли со спиц 1 2 3 4 5 6 7 8 я для вас считаю сколько тут осталось понять меня 8 9 10 11 12 13 14 15 16 петель все все пересняла вот так вот смотрится и вот таким образом стягиваем макушку макушечку стянули ниточку убираем на изнаночную сторону и по изнаночной стороне я вот так кружочком еще разочек пройдусь по петелькам при помощи иглы чтобы ниточку закрепить и она у нас не убежала никуда все и на этом принципе шапка наша готова останется обрезать этот кончик спрятать остальные и постирать я сейчас вот такую ниточку оставлю я их совсем отрезаю уже после стирки просто бывает постираешь и где-то чего-то подразойдется и я спокойненько стену вот такая вот шапка получилось у нас до стирки и увидите уже потом преображение этой шапки в самом начале в самом начале видео вставлю после как у нас как она получится на этом у меня все спасибо всем за внимание всем пока пока